80 тысяч участников, лучшие из лучших и самые активные, сегодня собрались в Зимнем театре. Общими усилиями им удалось провести 1200 мероприятий в рамках уже девятого по счету Краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Среди победителей и Центр дополнительного образования ХОСТа. Одно только это учреждение провело десятки встреч с солдатами и ветеранами, в рамках которых ребятам преподали самые настоящие уроки мужества. Важно то, что в сердце каждого ребенка, в сердце каждого взрослого человека эти мероприятия оставляют особый след. Мы привлекаем к этой работе и ребят дошкольного возраста. Наши юные мальчишки и девчонки посещают музей боевой славы, они участвуют в конкурсе чечецов. И те же самые веселые старты, которые мы проводим, они, конечно же, направлены на то, чтобы ребята умели быть сплоченными. Грамотой и кубком отмечена работа нашего коллектива. В номинации «Средства массовой информации» победителем стала телекомпания ФКТ. Не остались в период месячников в стороне казаки, сочинский комиссариат, личный состав военных частей сочинского гарнизона и, конечно же, главные патриоты своей родины, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Общаться со школьниками и напутствовать подрастающие поколения они считают своим долгом. Учиться, учиться, учиться. Не забывайте своих дедов и прадедов, помните, что за вами будущее страны и последнее. Активно участвуйте во всех сферах деятельности нашего государства, отечества. Результат работы месячника налицо. За это время в городе открылся еще один военно-спортивный клуб «Патриот», который объединил 130 юных сочинцев. Воспитанники же уже хорошо известного сочинцам военно-спортивного клуба «Гренадер» давно доказывают, что патриотизм и служба в рядах вооруженных сил становятся престижной. Выпускники клуба все чаще пополняют ряды курсантов различных вузов страны. Мы охватили практически всю нашу молодежь главным делом – делом занятости. Если мы действительно вовлечем наших детей в спорт, в военно-патриотистскую работу, в искусство, то мы сделаем их счастливыми. Они будут заняты и будут думать о будущем, думать так, как думали вы, как думает наше поколение. Это потому, что мы были воспитаны на этих традициях, на традициях своих дедов. И это главное. Рамки месячника необходимо расширять, подчеркнул глава города. Подобные мероприятия должны быть в планах различных учреждений курорта. В любом случае, оборонно-массовой и военно-патриотической работой теперь придется заниматься активнее. С 2016 года сдача нормативов ГТО входит в штатный режим. Первых официальных обладателей знаков ГТО сегодня также наградил Анатолий Пахомов. Ими стали 20 сочинских школьников. Продолжение следует...